Здравствуйте! Добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Роман. В этом видео у нас с вами будет мукбанг. В принципе, как обычно, это моя самая популярная рубрика. Будем кушать сегодня с вами свежие помидоры, огурцы. Тут, чтобы лучше было видно. Сыр-косичка у меня. Вот так вот это выглядит. Знаете, я решил доесть, потому что немного оставалось. Время 12 ночи. Я понимаю, что не полезно такое есть. Но что делать? Не пропадать же продуктом. У меня тут немного этих сухофруктов. Могу вам поближе показать сейчас. Вот так они выглядят. Тут разные. Изюм, орехи, видимо, сушеный абрикос там. У меня суп тархана. Показывать не буду. У меня уже, короче, я его проливал. Сейчас, как бы вам его показать? Покажу. Вот он. А то не поверите, что суп. У меня просто нет штатива, чтобы камеру поставить высоко и чтобы сверху вниз, как бы она была, смотрела на тарелки, да. И вы видели все, что я ем. Поэтому пока что так. Но что есть, тому и будем рады. Кока-кола энергетик. Я решил попробовать. Увидел у Марины Лакшес, блогера. Остану, ставлю ссылку на ее канал в описании. Что она пробовала? Вообще она любитель энергетиков. Обожаю ее канал, кстати. Советую. И решил сам тоже попробовать. Сегодня в маркете увидел. Я раньше не обращал внимания. Вообще не знал, что у колы есть энергетик. Вообще о чем сегодня видео? Вообще мукбанги. И опять же, если кто не знает это видео, где мы кушаем что-нибудь, вы тоже с нами кушаете. И мы обсуждаем какую-то тему. Я говорю на что-либо. Сейчас я себя налью в стакан. Стакан у меня чистый. Пахнет странно. Наверное, как энергетик. Такой вот у меня стакан. По цвету вроде как кола. Или он светлее. Я полностью прям налью. Просто из банки пить неудобно. Неохота как-то. Поставлю банку здесь. Так, чтобы красивая картинка была. Ну что, попробуем? За ваше здоровье. Сладенько. Не знаю. Куча химии какой-то. Так, у меня тут комары летают. Все закрыто. Все закрыто. Ну, балкон не открываю. Максимум выхожу домой из дома, а точнее в магазин. Очень жарко, потому что гулять некогда. Да еще и коронавирус. Поэтому из дома я редко выхожу. И все равно комары откуда-то не пойму. Но вкус такой, знаете, средний, в общем. Пойдет. Петь можно. И тоже в 12 ночи на это не очень. Посмотрим, как на меня это повлияет. Помидорчик. В общем, очень у меня длинная интерлюдия, вступление. Поговорим сегодня мы про блогера одного, которого я тоже хотел бы вам посоветовать, которого я смотрю и который мне очень нравится. Раньше я вам советовал первым видео блогера Инна Судакова. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. Сегодня я уже упоминал этого блогера как раз в прошлом видео, так как этот блогер мне, она и подала такую идею, и я подглянул и решил тоже снимать обзоры на блогеров. Баба Алена. Именно так называется канал данного блогера Алены, девушки. Могу же Алену я вас девушкой назвать? Все-таки вы очень молоды. Вам, насколько я знаю, 33 года всего или 34. Честно, не помню. Вот. У нее есть 15-летний сын у Алены. Они с ним очень классный стрим проводили, вот, когда у него был день рождения. И вообще Алена, она снимает мукбанги, закупки, так немного о своей жизни. В основном это мукбанги, она обсуждает разные темы, стримы еще классные проводят. Она в прошлом стример, сейчас на YouTube конкретно сосредоточилась. Вот. Вообще Алена сама разрешила всем, кто хочет, снять обзор в одном видео. Вот я решил снять. Я начинающий блогер. Это, конечно, мое не первое видео, но тем не менее я уже, знаешь, с менее такой скованностью буду себя чувствовать перед камерой. Более раскрепощенно. И посмотрел сегодня или вчера, один день назад, в общем, мукбанг на море. Тоже Алена сняла. Она была в Павло-Очаковской косе, честно. Я так понимаю, это Ростовская область, да? Потому что в Ростове... На Дону же вы живете, правильно? Если не ошибаюсь. Я тоже снимал мукбанг на море. Кстати, Алена его видела, потому что я ее попросил посмотреть. Она сказала, что очень достойна. В инстаграме она мне ответила. Вот. Хочу сказать, что я очень люблю таких открытых людей, как Баба Алена, скажем так, как Алена, как Инна Судакова. Потому что, несмотря на то, что это люди публичные, ну, извините меня, у Бабы Алены 32 тысячи подписчиков, почти 33 уже. У Инны там 130 тысяч уже подписчиков. Они открыты максимально со своей аудиторией, с теми, кто их смотрит. Они их уважают и любят действительно своих подписчиков. И они отвечают даже в Инстаграм. Хотя, поверьте мне, таким публичным людям много очень пишут, я уверен. Ну вот, если мне, у меня вообще ничего нет, и мне иногда... В Инстаграм заходишь, у меня там тысяча всего подписчиков, всякое непонятное пишут, отмечают на каких-то историях, что-то... Какие-то розыгрыши вечные, какие-то спамы. А у них там, представляете, сколько реальных людей им пишут. Ну, в общем, не об этом. Так что спасибо вам большое, Баба Алены, то, что ответили мне в Инстаграм. То, что оценили, заценили мой мукбанк. И то, что сами тоже сняли мукбанк на море. Это очень здорово. Спасибо вам за открытость. Баба Алена снимает очень часто видео в последнее время. Прямо по несколько в сутки. Я думаю, что это такая, знаете, прогрессивная... Как правильно бы сказать? Прогрессивная работа над каналом, потому что если достаточно часто снимать видео на YouTube, особенно по несколько в день, когда у тебя особенно есть уже аудитория, у тебя охват больше, больше YouTube тебя предлагает, и, соответственно, больше возможностей, что новые люди к тебе зайдут, подпишутся, ну и так далее. Они пишут комментарий, потому что там очень много у YouTube есть разных схем, по которым он эти видео предлагает. Я думаю, что Баба Алена на правильном пути. И я уверен, что она очень быстро такими темпами дойдет до 40 тысяч, ну а там 50 и до 100 тоже, чего я вам и желаю. Сначала до 100 тысяч дойти, да? Получить эту заветную серебряную кнопку. Ну а дальше там уже будет видно. Сначала до 100 тысяч нужно доработать, как говорится. Я уверен, что вы, если будете такими темпами дальше работать активно, у вас все это получится. Баба Алена также, как я уже говорил ранее, что она меня вдохновила, да, я у нее посмотрел эту идею, она снимала обзоры, скажем так, мнения, плюсы, положительные моменты, что ей нравится, что ей симпатизирует, что ей приятно, что ей там, возможно, неприятно, с чем она не согласна, про разных блогеров. И я подумал, почему бы мне тоже не снять про Бабу Алену. Вот, тем более я действительно смотрю много ее видео. Не все, честно признаюсь. Ну, потому что я, в принципе, ни одного блогера не смотрю прям каждое видео, потому что, ну, блогеров много сейчас, тем более в 20-м году, и на это просто, ну, не хватает времени чисто физически. Ну, я захожу периодически на прямые эфиры, когда попадаю, пишу там в комментариях, под видео иногда пишу комментарии. Ну вот. Также у нее есть на канале распаковки одежды, что она покупала, да, даже видео про Джену Марбелс, которая решила уйти, надеюсь, что на определенное количество времени, не навсегда с YouTube, ну, вот, обращение к ней, потому что Алена смотрит ее очень длительное время, и она ее вдохновила быть собой. То есть, понимаете, мы все люди на Земле, и мы вдохновляем друг друга. На поступки какие-то определенные, да, меня большое количество людей, блогеров вдохновило продолжать. Когда я смотрю, что они делают, да, они снимают, например, там, мукбанги. Я, ну, больше ста каналов, наверное, даже каналов 200 разных, прям популярных, непопулярных, кто только начинает, посмотрел, кто снимает мукбанги. Вот. И мне нравится очень такой формат видео, потому что как будто бы ты беседуешь со своим другом. Ну, представь, да, ты сидишь, что-то кушаешь, говоришь о чем-то, и ты на заднем фоне можешь включить, там, например, если ты какими-то делами делаешь, или ты, если сел кушать, слушаешь как телевизор, как радио, как человек сидит и что-то там говорит. Я, простите, не так часто в камеру смотрю, я смотрю просто на экран компьютера, у меня канал Баба Алёна, я сейчас листаю, и все её заставки слежу за ними, что она тут делает, как она, скажем так, позирует. Вот. Меня, как говорится, вдохновляет работоспособность тоже Бабы Алёны, в том, что очень много видео она действительно снимает. Но, насколько я знаю, Баба Алёна говорила, что она не так много времени тратит на монтирование видео, да, то есть там какие-то мелкие моменты, возможно, если где-то надо вырезать, но в основном она в один дубль снимает и всё выкладывает. Вот. У меня видео очень долго, потому что ноутбук, наверное, слабый, и программы, в которой я их монтирую, очень медленно всё это происходит, и интернет тоже не очень быстрый, и видео на YouTube несколько часов грузится. Иногда прям полдня, вот одно видео длинное было у меня, полдня грузилось. Именно поэтому, если я снимаю, обычно видео на следующий день выходит. Один раз только было, что я с утра снял и прям вечером там 8 выложил. Вот у меня так. Баба Алена искренний человек. У неё прекрасный смех. Я, знаете, так отрывками говорю, прошу меня простить. Вот. У меня просто очень много мыслей в голове на разные вещи. Я же ещё ем параллельно. Если я не ошибаюсь, в Ростове-на-Дону живёт. Вот. Кстати, у неё муж тоже Роман. Роман, здравствуйте, если вы это смотрите. Алена тоже. Если вы подписчик Алены, пожалуйста, передавайте привет Алене. Мне будет очень приятно, если она увидит это видео. Мне нравится, что Алена простой человек. И она искренне выражает свои чувства по поводу людей различных, по поводу различных ситуаций. То, о чём не принято, возможно, говорить. Тема, которая табуируется в нашем обществе. Таких очень много. Вы это сами знаете. Благо на YouTube сейчас есть возможность самовыражаться. Я обожаю свежие овощи. Вот именно помидоры это мой, наверное, самый любимый овощ. Просто свежие помидоры. А они здесь стоят в три раза дешевле, чем в России. У меня Оля, подруга из Кирова, говорит, у них там по 200 рублей они стоят. А здесь где-то 60. Как я вам говорил, я немного меняю своё питание. По-моему, я говорил, да, это в прошлом видео. Теперь супы ем на ночь. Вот. И стараюсь не есть тяжёлые еды, типа риса, там, мяса, потому что у меня потом вздутие, не очень себя комфортно чувствую, короче. То, что я перед вами сейчас в такой свободной рубашке сижу серой, нейтральной, да, скажем так, я страдаю. Я бы сидел вообще раздетым, если бы цензура позволяла. У нас очень жарко. сейчас в пол первого ночи 28 градусов, влажность 56. Завтра 38 градусов днём будет, послезавтра тоже. В понедельник 38, во вторник 34, 35, 36, 35, 36. По ночам минимальная температура вот будет в следующий четверг 21 градус. Ну, очень жарко. Это в тени, да, то есть 38, в тени, а на солнце я даже не могу представить, сколько. Поэтому очень жарко. Я сегодня, когда ходил в маркет, мне там нужно было купить там мясо, ну, на завтрак и обед. То есть я ем мясо, конечно же, но не на ужин. Вот. Воду покупал 5 литров, потому что я воду всегда покупаю. А мне идти минут 10 точно до магазина. Я был в головном уборе в кепке, потому что, ну, чтобы не было солнечного удара. Вот. В маске был, конечно же. Ну, был в этой футболке обычной с короткими рукавами, в шортах коротких и в сланцах. И я, когда обратно шел с магазина, у меня пот, понимаете, стекал и прям даже на глаза вот сюда попадал. Это было ужасно вообще. Мне так хотелось спить. Я домой пришел, сразу руки помыл, маску выбросил. Кондиционер работает, дома холодно вообще. У меня кондиционер работает реально, практически 24 на 7. Спасибо, Господи, что он у меня вообще есть. Я не представляю, как люди без кондиционера, они, наверное, моются по 10 раз в день. Я из Сибири все-таки человек, и для меня я не могу привыкнуть к такому климату. У меня никогда, наверное, не будет так климатизации к такому. Вот. Даже то, что я вот сгорел в моем влоге, когда я на море ездил, все, у меня вся кожа уже слезла. Потому что, как бы, она даже не застаивается на моем теле. Кстати, знаете, она не прям как кола такая черная, она такого цвета, коричневого. Не буду говорить, как что. Ну, вы сами поняли, я думаю. Блин, я говорю уже почти 20 минут, жесть. Вот. Баба Алюна говорит, что она такая болтушка, для нее говорить это не проблема. конечно же, во-первых, она и стримила большое количество времени, и сейчас у нее такой опыт достаточно серьезный на YouTube. Да, она в один кадр может очень длинные видео снимать. Сколько она онлайн-трансляций проводила. Мне вообще по ней видно, что она такой живой очень человек. Кстати, у нее фотографии в Instagram. Если, Алена, вы это смотрите, у вас они очень красивые, особенно в лимонном, по-моему, платье, если я не ошибаюсь. Такое красивое платье. И еще, по-моему, в каком-то платье вы были. Очень красивые фотографии, по-моему, даже лайфнул. Почему я на этом акцентировал внимание, потому что это, знаете, как был, как же это называется, мем, типа, прикол, когда люди коллажи делали из четырех фотографий, типа, на работе там один имидж, там в каких-то сайтах, знакомствах такие фотографии более, знаете, красивые. Там в Instagram одни фотографии, в Facebook там другие фотографии. Баба Люны тоже. В Instagram такие разные красивые фотографии, в плане красивые, что она очень сильно подчеркивает там свою женственность, платьица, знаете, прям для Инстаграма, грубо говоря. А на канале она в таких одеждах свободны, знаете, очень комфортно себя чувствуешь. Это очень, ну, как правильно объяснить, здорово, и такая атмосфера мне очень нравится. И здорово, что ты человека с разных, как бы, ракурсов, с разных сторон видишь. Так что обязательно посмотрите Бабу Алену, если вы еще не видели ее канал, если вы любите мукбанги в особенности. Вот. Мне очень, кстати, Баба Алена, нравятся у вас мукбанги с вашей мамой еще. Да, у вас очень мама такая добрая. Мне нравится, что она сама тоже вроде не стесняется на камеру сниматься, да. Она вас очень в этом поддерживает, по крайней мере, мне так кажется. я не смотрел все видео, но мне казалось, что ваша мама вас очень активно поддерживала. Прошу прощения, это у меня, если не знаю, вам видно, нет, что у меня мало зарядки. Мне казалось, что ваша мама вас активно так поддерживала в начинаниях, в начинаниях во всех и чувствуется, что у вас такая хорошая взаимосвязь, теплое взаимоотношение в семье. Это очень важно. Я тут все листаю, листаю. А, кстати, ваше, мое самое любимое видео у вас, наверное, это «23 факта о моем теле». Потому что я вообще люблю такие видео, когда люди очень откровенно говорят о себе, какие-то факты сокровенные, да, ну, о которых, возможно, даже ваши друзья и близкие не знали, да, по-любому, некоторые из них. Вы вот так публично об этом рассказываете. И я его до конца досмотрел, конечно же, и там вы кушали этот твикс, насколько я смотрю сейчас. Вот. И я сам тоже снял факты о своем теле, посмотрев ваше видео еще одного блогера. Вот, вы были одним вдохновителем тоже на создание такого видео. Вот. Ммм. Ничем не нравится, что вы говорите о доходе с YouTube. Достаточно откровенно, то есть, вы говорите, сколько вам там приходит, там прошлом месяце, какой у вас приблизительный доход. Кто-то считает это некорректным, да, спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Но это же интересно, ну, мне очень интересно, потому что, вот, например, ты смотришь, сколько подписчиков, какие приблизительные у человека просмотры, интересно, какой выхлоп с этого, потому что вот Инна, например, Судакова открыто говорит, какие у нее заработки. и ты вот так даже в сравнении смотришь, ага, понятно, приблизительно вот так люди зарабатывают. Там еще зависит, конечно же, от аудитории, какой возраст, покупательная способность какая там оценивается, какой контент, то есть это тоже очень сильно влияет, я это понимаю, но просто мне интересно было. Мне всегда приятно, когда люди это не скрывают, потому что все-таки вы публичный человек, вы уже раз встали на эту дорогу, то нужно продолжать, потому что люди уже за вами следят, ждут ваши видео, так что не теряйтесь, продолжайте. Я приношу извинения глубокие, что видео такое длинное, я не все доел, попробую еще раз этот напиток. Ну, я больше покупать это точно не буду, потому что вкус очень непонятный, проще колу попить, тем более тут, наверное, вообще еще ужаснее состав, тут все на турецком, я ничего не пойму, какие-то только отдельные слова, понимая и фразы. Приятного аппетита, надеюсь, что вы покушали со мной, спасибо вам большое, что посмотрели это видео, я думаю, я сказал, в принципе, мои мысли о канале Баба Алена, только единственное, Баба Алена, не то чтобы совет, но мне хотелось бы, вы часто меняете обложку вашего канала, сейчас у вас такие красивые розовые полосы, как Victoria's Secret, знаете, у них такое, по-моему, такая же расцветка, если я не ошибаюсь, если бы вы там свою фотографию выложили, там мукбан, там как-то его сделали, я думаю, это было бы здорово, потому что я посмотрел некоторых блогеров, они красивые обложки сделали, это прям так классно смотрится, когда ты, например, с телефона заходишь на канал и сверху там уже прям все написано, там, например, Баба Алена, мукбанги, там видео каждый день, что-нибудь такое, я думаю, что вы этим вопросом занимаетесь, потому что вы часто меняете, вот, но просто хотел тоже об этом сказать. Спасибо вам большое всем за просмотры, еще раз попрошу, если вы поклонник Бабы Алены, если вы смотрите ее видео, пожалуйста, передайте ей привет от меня, от Романа, также, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, если вам не сложно, мне будет очень приятно, я медленно, но верно иду к цели в тысячи подписчиков, не знаю, ну, рано или поздно, я надеюсь, я дойду до этой цифры, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, или дизлайк, если оно не понравилось, тогда напишите, почему, обожаю критику, конструктивную, напишите любой комментарий, что вы думаете про Бабу Алену, если вы знаете этого блогера, любите ли вы, не любите, цените, уважаете, мне очень интересно ваше тоже мнение, за что вы любите, почему вам нравится Баба Алена, если вы не знаете, опять же, я оставлю ссылку обязательно в описании, посмотрите, всем советую, реально, прекрасный человек, и, да, увидимся с вами в моих новых видео, берегите себя и ваших близких, чуть не забыл, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok